всем привет сегодня я представляю вам ford focus 3 2015 года выпуска выражаю благодарность автосалона transit service ford за предоставление данного автомобиля на съемку посвящен детальному осмотру стариер и интерьера данного автомобиля ты же мы откроем капот багажник заведем двигатель послушаем его звучание вот такие ключи очень простые закрыть открыть автомобиль и кнопка открытия багажника два раза необходимо нажать это максимальная комплектация двигатель 1 и 5 к буст турбина 150 лошадок комбинированный салон это кожа и ткань в этом автомобиле установлено 8 подушек безопасности на широкий угол открываются двери практически на 90 градусов обличая посадку и высадку выраженная боковая поддержка регулируемые подголовники ремни безопасности электропривод лирского сидения продольные регулировки по высоте и спинка сиденья также механические регулировки у поясничного подпора педальный узел также очень аккуратно алюминиевые накладки на порога с надписью ford здесь у нас рекомендации по давлению в шинах трехспицевый кожаный мультируль пухлый упор и для больших пальцев чтобы завести двигатель нажимаете на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку кнопка старт стоп все достаточно просто в этом автомобиле установлен электроусилитель руля довольно легкий руль гудок рулевая колонка регулируется как по высоте так и по вылету имеет технические регулировки большие углы хода так что удобное положение вы сразу для себя берете в этом автомобиле установить датчик света и датчик дождя сейчас давайте включим фары противотуманные фары противотуманный фонарь также дальний свет фар как обычно аварийную сигнализацию и детально рассмотрим экстерьеры автомобиля так ребят смотрите система это как у нас работает наверное нужно отъехать вперед чуть-чуть или нет прямо сейчас включить нажимаете один раз на кнопочку в режиме drive нас парковка поиск ищет на свободное место автомобиль так вот у нас очевидное такое место найдет нету или нам нужно сигнал повороту дать они все нашел нашел да посмотрите место найдено отпустите руль включите задние хорошо так смотрите чудо как-то страшно прям мне непривычно вообще-то что он сам за меня я в шоке так газ даю да немного он же самое насчет довернет да там ниссан ноут она стоит аккуратно бороться так сейчас наверно мне двигайтесь назад медленно вперед наверно сейчас нужно поехать или нет или чуть назад то что там я думаю сейчас максимально приблизить я боюсь вдруг ударит давай вперед попробуем уж вперед да 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 вот выкручивает а ты сам то есть расстояние ты сам наверно должен выбирать до этого а ну и все наверно он запарковался думает уже запарковался конечно такая интересная система для опытного водителя наверно будет в шоке немного потому что руль самый как-то автомобиль сам едет вот с этой задачей прекрасно вот фокус у нас справился в этой комплектации нет люка хромированная окантовка дверных рамок диодные вставки фонарях очень красивые фонари задние датчики парковки противодуманная фонарь хромированная насадка проушина для буксировки камера заднего вида диодная подсветка номерных знаков декоративный спойлер диодный стоп сигнал декоративный стоп сигнал Диски из легкого сплава 17 дюймов, размер машины 215 на 50. Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Также подсветка диодная. Штамповки на капоте. Датчики света и датчики дождя. Также активный круиз-контроль. Биксеноновые адаптивные фары. Линзовная оптика. Омыватель фар. Передние датчики парковки. Галоген отдает противотуманки. Хромированные вставки. Что касается технической составляющей, то здесь столь бензиновый турбированный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, систем питания двигателя, непосредственный впрыск в камеру сгорания, соответствие экологическим требованиям, Евро-6. Расположение двигателя переднее поперечное. Самый доступный двигатель объемом 1,6 атмосферник, 85 л.с. и самый мощный 1,5 турбо, 150 л.с. В этом автомобиле установлен двигатель объемом 1,5 литра с турбиной, 150 л.с., крутящий момент, 240 мм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 210 км в час. Динамик разгона от 0 до 100 км в час за 9,3. Расход топлива в городском цикле – это 8,5 на 100 км в пути, в загородном цикле – 4,7. Объем топливного бака составляет 55 литров. Привод передний, дорожный просвет, 140 мм. Тип передней подвески – независимая, пружинная, MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески – независимая, пружинная, многорычажная. Передние тормоза – дисковые, вентилируемые. Задние тормоза – дисковые. Снаряжная масса данного автомобиля составляет 1364 кг, полная масса – 1900 кг, объема каждого отделения составляет 372 литра. Длина данного автомобиля составляет 4534 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1484 мм и колесная база – 2648 мм. Основные конкуренты этого автомобиля – это Kia Ceed, Santida, Mitsubishi Lancer, Honda Civic, Opel Astra, Toyota Auris, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Volkswagen Golf, Citroёn, C4 и Renault Fluence. Электронные системы, которые входят в стандартное оборудование этого автомобиля – это антиблокировочная система тормозов, системы распределения тормозных усилий, электронная система курсовой устойчивости, включающая антипробуксовочную систему и систему помощи при экстренном торможении, а также система помощи при трогании на подъемах. Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Массивные ручки. В этом автомобиле установлен хороший уплотнитель, двери плотно закрываются. Мягкий кожаный подлокотник, блокировка задних стекол. Все четыре стекла здесь полностью автоматические. Кстати, здесь установлены очень толстые стекла для улучшения шумной изоляции. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Электропривод складывания имеется. И, соответственно, центральный замок. Модиосистема Sony. Четыре основных динамика и четыре высокочастотных динамика. Еще отсек. Регулирование яркости подсветки приборов. И теперь самое интересное, как звучит двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Режим. Продолжение следует... 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 Вот тут у нас компас, информация о климат-контроле, телефон, информация по радио, настройка для часов непосредственно, дисплей часов, наружная температура, формат часов, настройка для экрана, автозатемнение, режим, заменить обои, настройки для звука, средние и высокие частоты, бас, настройка баланса и так далее. В общем, довольно занимательная система, основные настройки, система, настройки непосредственно для самой системы, непосредственно голосовое управление вы можете настроить, медиаплеер, навигация, телефон, беспроводной интернет, здесь точка доступа в Wi-Fi, как видите. Все это довольно легко использовать, помощь, система информации, лицензия на программное обеспечение, ограничение вождения и так далее. В общем, довольно занимательная система, давайте опробуем теперь голосовое управление. Пожалуйста, назовите команду. Климат-контроль. Климат-контроль. Назовите команду. Температуру на 22 градуса. Вы сказали 22 градусов? Да. Температура настраивается на 22. Вот такая удобная система. Здесь двухзонный автоматический климат-контроль, автоматический режим, температура, и при том она имеет ход в полградуса, небольшой LC-дисплей, кондиционер, активация, передний и задний подогрев стекол. Здесь у нас различные зоны включения и отключения. И подогрев стены многоступенчатой. Три ступеньки. Высокое, среднее и низкое отключение. И надпись на системе SYNC. Вход USB. Здесь у нас вещь в отсек. Можно, допустим, для телефона что-то приспособить. Вообще на выбор доступны три трансмиссии. Это механическая, преселективный робот PowerShift. И вот как здесь, шестиступенчатый автомат полноценный, гидротрансформатор. Самый надежный спортивный режим есть. Вот ручное переключение плюс-передача, выше и минус-передача режима. Установлены здесь камеры заднего вида, линии парковки, пиктограмма по датчикам есть. Очень удобная система. Розетка. Система автопарковки, как видите. Здесь она тоже идеально просто работает. Ассистент выезда. Затем это отключение датчиков парковки, допустим, если вы что-то буксируете. И подогрев руля установки, особенно актуально зимой. Здесь у нас вещевой цепь. Можно все отрегулировать. Подстаканники. Таким образом все делается. Можно все закрыть. Ручник в кожаной оплетке. Центральная консоль. Подлокотник. Входы у нас USB, AUX. Розетка также. И SD-карта. Вот так все здесь очень хорошо реализовано. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Датчики объема здесь у нас установлены. И, соответственно, подсветка. Контейнер для очков, он обит тканью. Вот здесь у нас контурная подсветка. Различная палитра цветов. Интенсивный, значит. И включить, отключить. Ее особенно хорошо видно ночью. Сейчас ее не видно. Настройки у нас для системы. Это выбор языка, температура по Фаренгейту. По Цельсию настраиваете. Общий сброс сделаете. Для системы раскладка клавиатуры. Немножко с запозданиями, конечно. В QWERTY есть клавиатура. Выбираете. Установка приложений. Здесь также можно, наверное, подгружать, да, с интернета какие-то интересные приложения, допустим, по экономии топлива или еще что-нибудь. Голосовое управление. Здесь, я думаю, все понятно. Интерактивный режим. Запросы подтверждения. Предложения для медиа и для абонентов. И громкость голосового управления также можете отрегулировать. Тут у нас автовоспроизведение. Тогда просмотрим, давай, настройки карты. Здесь, наверное, все понятно. Настройка для маршрута. Избегайте платные дороги, автомагистрали, туннели, паромы, автопоезда и так далее. И эвакционные предпочтения можете выбрать. Автозаполнение страны. Настройки дорожной информации. Это информация о пробках, там дорожный затор, по перекрытии дороги, в авариях, снег и лед. Включить радио. В общем, на все оружие встречаете. Это дело все. И вот беспроводная интернет. Точка сети Wi-Fi. Насколько я помню, тут до пяти устройств можно соединить и пользоваться интернет-услугами. Система такая, конечно, требующая привыкания, но после того, как вы к ней привыкнете, здесь все очень легко использовать. Микрофон для hands-free. Здесь у нас диодная подсветка. Поручни утоплены в крышу. Макияжные зеркала с подсветкой. Держатель для карт. Это автомобиль. Отличная обзорность. Потрясающая выверенная эргономика. Я считаю, что в своем классе это просто отличный автомобиль. С потрясающим оснащением. С большим количеством опций. Дополнительных пакетов. Очень много. Я думаю, Генри Форд гордился бы таким автомобилем. Сейчас давайте переместимся на второй ряд сидений. Вот, кстати, как активируется центральный замок. Кому интересно. Второй ряд сидений по-прежнему довольно тесный. Сейчас я подстроил свое кресло под свой рост 188 сантиметров и попробуем переместиться на второй ряд. В этом автомобиле установлен детский замок. Фиксатор в два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также мягкий кожаный подлокотник. Динамик аудиосистемы. Очень элегантные ручки. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60-40. Образуя практически ровную площадку. Он оснащен системой из Афикс для крепления детских удерживающих кресел. Здесь у нас вещевой отсек. Вот здесь откидной центральный подлокотник. Два подстаканника. Регулируемые подголовники. Трансформация происходит. Таким образом. Здесь у нас крепление для детских удерживающих кресел. Вот прямой ростик в 188 сантиметров. В ногах немного места еще осталось. Над головой, к сожалению, уже практически впритык вещевые карманы с обеих сторон. Поясничный подпор. Как для водителя, так и для пассажиров. Мехнические регулировки. Небольшой центральный тоннель. И здесь у нас вещевой отсек. Очень интересный интерьер у этого автомобиля. Смотрится потрясающе. Здесь у нас также вешалка находится. И подсветка салона. Все так же на диодах. Обзорность назад, как видите, не очень. Спасает камеры заднего вида и, безусловно, датчики парковки. Теперь, что касается багажного отделения этого автомобиля. Здесь небольшая кнопка, чтобы его открыть. Либо открываете с ключа. Крышка багажника высоко поднимается. Подсветка. Здесь у нас крепление для пелажных сеток. Это приспособление очень удобное. И вот здесь у нас находится запаска в виде докатки домкрата инструмента. Эту толку при желании можно убрать. И две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Ключок для запака. Система EZFU. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И механические регулировки у нас у пассажирского сидения. Регулировка по высоте спинка сидения и продольные регулировки. В сидении достаточно удобный профиль, выраженная боковая поддержка, износоустойчивый материал. Бардачок, к сожалению, принудительно нельзя закрыть. Он довольно вместительный, как видите, с подсветкой. Я считаю, что это отличный хэтчбэк, хорошо оснащенный. Очень много здесь систем, которые обречают жизнь непосредственно водителю. Все это прекрасно просто работает, хорошая гарантия автомобиля. Единственный минус, наверное, это цена. Так в целом, просто отличный автомобиль. На этом обзор Ford Focus 3 2015 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok